Моя племянница Моя племянница Мы пришли на этот знаменательный вечер Анжелы Бороховой Эта девочка очень такая поэтесса, композитор, всесторонне развитая И мы очень гордимся ей Поэтому мы пришли сюда посетить ее вечер Сегодня мы пришли на концерт Анжелы Бороховой Которая приготовила очень интересную оригинальную программу Она очень известная поэтесса, композитор Ее все знают Она много лет печаталась в журнале «Надежда» Ветеран, можно сказать, была нашего журнала Ее программа не похожа ни на что Она своя, своеобразная, оригинальная Она очень талантливый человек И все, кто сегодня пришел Я уверена, не пожалеют о потерянном времени Я живой свидетель того, как в журнале «Надежда» появлялись первые стихи нашей Анжелочки Бороховой И тихо-тихо-тихо она из начинающегося поэтессы превратилась в маститую, известную, любимую и очень талантливую поэтессу И узнав о том, что спустя несколько лет после этой нашей нелюбимой пандемии Вот пришло время, когда объявили о том, что ей предстоит вот такой замечательный вечер с ее участием Я с удовольствием пришла И об этом, надеюсь, напишу минору, чтобы мир знал, что у нас есть такие таланты Я близкая подруга, она моя коллега И я ее поклонец, поклонец ее таланта Мои близкие подруги и друзья, мы с ней современники Анжелочка, я желаю тебе, чтобы ты никогда не останавливалась писать Потому что человек пишет, когда у нее есть вдохновение Чтобы у тебя никогда не погасло это вдохновение Чтобы у тебя была всегда любовь к своему творчеству Чтобы ты делала это все от души, от любви и от радости Чтобы у тебя никогда не было печальных стихов А чтобы были только радостные, позитивные И чтобы ты посвящала их своим родным и своим поклонникам Люблю, целую Очень рада, что сегодня все собрались на творческий вечер нашей Анжелочки Боруховой Анжелу Борухову я знаю еще с первых страниц журнала «Надежда» Там она раскрыла свой талант И она стала прекрасной поэтессой Пишет музыку на свои стихи Я очень рада, что мы все собрались здесь увидеть ее творчество Она очень талантливая И я желаю ей и сегодня вечером, и в будущие концерты больших успехов Вчера я видел вас случайно Об этом знали вы едва Светил все время я за вами тайно Васька туманила печаль Нахлынули воспоминания Воскресенье чар и прежних гнев И пламя прежнего желанья Зажглось опять в крови моей Скажите, почему Нас с вами разучили Зачем наверх Ушли вы от меня Ведь знаю я Что вы меня любили Но вы ушли Скажите, почему Субтитры создавал DimaTorzok 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 Устремлены Устремлены В сердости и всем печали Нам вместе с вами суждены Вы ждёте искреннее чувство Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы ждете искреннего чувства Исповедания чистоты Без вас самих искусства Без вас самих нет доброты Без вас самих нет доброты Куда уходит прошлое? Оно на кинопленках В силуэтах судеб Певец мою озвучил душу, но Он сам ушел И вновь его не будет Пытаясь воскресить эпохи след Я оживляю прежних песен души Их глубину, которой нынче нет Их искренность, что время не разрушит Казалось мне, сейчас такого нет Сегодня все поверхностно и пошло И вдруг нашла По множеству примет я песни Что сравниться могут с прошлым В них искренняя боль и красота Когда они на испытании у Бога Прекрасная живет и здесь, и там И льется непрерывным диалогом Изабелла Даниловна Юрьева Родилась в начале прошлого столетия В 1902 году в Ростове-на-Дому Проникновенный голос и редкий талант молодой девушки Не заставил долго ждать предложений на выступление Она быстро стала популярной в Ленинграде и Москве В 1925 году к 27-летней Юрьевой Подошел молодой симпатичный человек И произнес Мало того, что вы талантлива Так вы еще и красивая женщина И он повторял ей это все 46 лет Их совместной жизни Это был Иосиф Аркадий Который стал ее администратором Мужем и единственной любовью Много нежных сердец Но в одном Лишь в одном Мой уют и мой дом Всех дороже Оно и лень Это сердце любимое Моей Загрустишь И оно загрустит Не доспишь И оно не доспит Засмеешься Засмеешься над шуткой любовью И оно засмеется с тобой Так ты береги его И ласкай И ласкай Стриги его Не бросай Все прости ему Все отдай Не разбей Изначально Много нежных сердец Но одно Но одно Лишь одно Никакая Никакая не грянет Беда Не оставит тебя Никакая 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 Так ты береги его И ласкай Стриги его Не бросай Все прости ему Все отдай Не разбей его Не назначай Все прости ему Все отдай Не разбей его Не назначай Не люби Не забей его Особенно Абсолютно! 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 Год Юрьева провела с мужем в Парижу. Она очаровала парижскую публику. Ей предложили выступить в знаменитой Олимпии и даже сняться в главной роли в франко-испанском фильме. Но она отказалась, так как готовилась стать матерью. Изабелла Даниловна родила сына в такси у ворот роддома. Спокойно и просто Мы встретились с вами В душе зажила Уже старая рана Но пропасть разлуки Легла между нами Мы только знакомы Как странно Как странно все это Всего ведь недавно Была наша близость безмерно безгранна А ныне А ныне А ныне Было мы неравна Мы только знакомы Как странно Завязка Вся сказка Развязка Как странно Как странно Как странно Сын Володя На площади Маяковского Мне было сказано Публика ничего не должна знать Она пришла веселиться И я пела Держась за стул Обложена сцены Плакала А переточная прима Клавдия Новикова Моя приятельница Она все знала Узор судьбы Чертит неясный след Твоё лицо Я вижу вновь так близко Я вижу вновь дыханием Прошлых лет Передо мной Лежащая записка Не надо встреч Не надо продолжать Не нужно слов Прошу тебя Не стоя А если вновь Больное сердце моет Заставь его Застыть и Замолчать Замолчать Как мне знаком Мучительно знаком Твой каждый жест Законченный и грубый Твои души Мучительный и злом И острый взгляд И чувственные губы Не надо встреч Не надо продолжать Не нужно слов Прошу тебя Не стоит А если вновь Больное сердце Зноет Заставь его Застыть и Замолчать Замолчать Я не хочу Былого осквернить Игрою чувств Минутного возврата Что был раз Того не воскресить Твоей рукой Все сорвано Замолчать Не надо встреч Не надо продолжать Не нужно слов Прошу тебя Не стоит А если вновь Больное сердце Ноет Заставь его Наспыть И замолчать Великая Отечественная война Застала Клавдию Ивановну На гастролях в Ереване А сына Гошу Она всегда оставляла На каникулы у родственников В Харькове Клавдия Ивановна с мужем Даже телеграмму родственникам Что они такого-то числа Будут проезжать через Харьков Родственники должны были Привезти мальчика на вокзал Чтобы передать его Проезжающим в поезде родителям Но в то время Когда их поезд Подъехал к городу Началась бомбежка Сосат остановился Далеко за Харьковом А потом проехал Мимо Харьковского вокзала Не остановившись Она думала Что навсегда потеряла Единственного сына Он остался А родители уехали В Харькове же На гастролях Находился театр-миниатюр Аркадий Исакович Райкина Аркадий Исакович Забрал Гошу с собой И привез в Ленинград Больше Клавдия Ивановна Никогда не расставалась С сыном Я люблю Все ночи И в городе моем Сердце друга рядом Чувствует До утра бродит вдвоем Мы огни вечерних зарево Различаем далеко И легко нам разговаривать И легко нам разговаривать И молчать нам И молчать нам И молчать вдвоем легко Сколько смысла и значенья Вижу я сейчас во всем И в твоем прикосновении И в молчании твое Не спугни очарования Этих тихих вечеров Ведь порою и молчание Ведь порою и молчание Нам понятнее Нам понятнее Нам понятнее МЗС 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 МПК АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В 41-м году ее коллектив переименовали во фронтовой джаз-ансамбль. И музыканты считались добровольно вступившими в ряды Красной Армии. Клавдии присвоили звание рядового. Она получила гимнастерку, пилотку и противогаз. И все концерты должна была петь в форме. На одном из концертов к ней подошел генерал и сказал, «Вы поете в военной форме и отдаете дань войне, что заслуживает уважения. Но не могли бы вы выступить в своих концертных платьях. Нашим воинам это было бы приятнее». Так она и делала всю войну. И когда она выходила на сцену в своих ярких платьях, то вместе с ней на сцене солдаты видели счастливую мирную жизнь, дом. А в лице Шульженко они видели своих родных, любимых женщин. Матерей, жен, сестер, подруг. Клава Ивановна Шульженко укрепляла дух солдат и убеждала их в необходимости побеждать. Песни Шульженко остаются глубоко актуальны для нас и сегодня в эмиграции. Много верст и дорог я измерил. Много видел диковинных мест. И я к тебе на минутку объятия двери Распахнет для мною воде. Здесь моё когда-то детство вниз съезжало по перилам. И с мальчишкою соседским, притаясь по тьмах курино. Здесь по лестнице парады детство в школу торопилось, А потом ушло куда-то, и назад не вороти, не лазь. Люди мимо идут без оглядки, нелегко меня стало узнать. Разреши мне подъезд мой на этой площадке хоть минутку всего постоять. Здесь моя когда-то юность руку девичью сжимала, И подъездная угрюмость эхом клятвы повторяла. А потом, позвав дорогу, юность мне рюкзак вручила, Подвела меня к порогу и с подъездом разлучила. Сколько зим, сколько лет мне хотелось Вновь с тобой повстречать за подъезд. Прямо остался дружище, но ждёт мою зрелость, Столько лёвств и диковинных мест. Чьё-то детство мне навстречу По перилам вновь снижает, Чья-то юность в этот вечер Руку девичью сжимает. Ну а мне дороги мерить, Спать порой по часу в сутки, Распахни подъезд мне дверь, Я приехал на минутку. Распахни подъезд мне дверь, Я приехал на минутку. Песню о Киеве Клавдия Ивановна записала в 50-м году. Тогда она не могла себе и представить, Насколько актуальной эта песня Будет для нас сегодня. Застыли гроштаны, готовы к весеннему балу, В зелёных посвешниках яркие свечи горят. Идём по крещадику, словно по яркому залу, И встречная пара, как в сказочном вальсе скользя. А ночью Днепра возметала зелёные косы, И как же ты прав, что меня ни о чём не спроси. Вдруг взял и увёл в предднепровские вешние росы, И тихо напил мне украинский старый мотив. А-а-а-а-а-а. Седому Днепру приходилось увидеть такое Что в души любого истории мира вошло Давай помолчи вместе с мудрою старой рекою О том, что прошло, и о том, что на смену пришло И вновь зазвучатся душевные биржи Жевченко И недровым старым в лицо рассмеется до раз И доброй улыбкой засветится старая нынника Весенней улыбкой, как будто я все вновь родила Застыли каштаны, готовы к весеннему балу В зеленых подсвежках яркие свечи горят Спасибо тебе, киевляне, дружище мой старый Ну и на побаченье, кажется, так говорят Ой, Днепру, Днепру, ты широк, могуч Ну и на побаченье, кажется, так говорят Аплодисменты 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 Аплодисменты. 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 международного фестиваля молодежи и студентов, после чего работала с коллективами Рознера и Лунстрома. А в 29 лет Майя тяжело заболела. Диагноз был беспощадный – лимфогранулема, которая позднее скрывалась под косыночкой на шее. Она прожила с этим диагнозом 25 лет, но не потому, что победила болезнь, а потому, что рядом с ней находился любящий и любимый супруг Эдуард Барклай. Он оградил ее от кухни, был активно вовлечен в ее лечение, лично возил по врачам, напоминал вовремя принимать лекарства, возил на отдых, был ее менеджером, поддерживал ее духовно и напоминал ей, что она красивая и талантлива. Ну а Майе нужно было только петь. В 1966 году Майя Кристалинская была признана лучшей певицей года. Белеты были куплены, чемоданы упакованы. Они собирались в отпуск на море, когда накануне пошли в гости. Там, в результате спора за столом, Барклай плеснули рюмкой водки в лицо. Он сильно понервничал и в результате получил инсульт. Он прилежал в коме и умер тем же летом. 1984 года. После его смерти Майя находилась в депрессии, и этим временем ее болезнь вступила в свои права. Человека, который держал ее в тонусе и поддерживал, больше не было рядом. Бороться одна она не могла, а может и не хотела. Майя Кристалинская умерла всего на год, пережив своего мужа в тот же день. В 1985 году. Детей у нее не было, но песни, посвященные детям, до сих пор остаются золотым фондом, и все их она посвящала своей племяннице. Субтитры создавал DimaTorzok Дождь с прохожих осыпает в окна мороси. Дочки ломко засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дождях. И пою я тихо дочке днем поглубной, дождь дувает желтый, синий, серый, голубой. Голубой идет, не дуло, с ним цветы цветут. Голубой, он самый добрый, от него растут. Баю, 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 высыпает. А приходит летний вечер, швы в траве гудит. И летят земли навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, его долго ждут. Баю, 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 засыпает. В осень озера остудит, клеток золотит. В сентябре приходят к людям желтые дожди. Желтый дождь протянет руку к той себе и к той. Желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Баю, 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 засыпает. Мама, а бывают черные дожди? И поменять цветы дочки ночью под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи и знай, приходят к людям разные дожди. Черного дождя не будет на твоем пути. Баю, 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 засыпает. Баю, 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 засыпает. Баю, 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 под ласта. Ты стоишь у окна, Небосвод высок и светел, ты стоишь и грустишь, и не знаешь отчего. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как отраскуешь без него. Расскажи, подскажи, разве днем одно отрадо, или просто тебе стало холодно одной. Может, просто тепло твоему сердечку надо, чтобы не ждать, не страдать и не плакать по луну. Все пройдет, все пройдет, будет поздно или рано. Часным днем, теплым днем, рассеяет все кругом. Так не плачь, не грусти, так заревная, смеяна. Это глупое дело, прощается с тобой. Главное дело, прощается с тобой. Ты стоишь у окна небосвод высок и светел, ты стоишь и грустишь, и не знаешь отчего. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Субтитры создавал DimaTorzok Этот человек воспитал и продолжает воспитывать не одно поколение людей. Мы все знаем о нем из его песен, стихов, а также из книг, которые были написаны о нем. Но несмотря на все известно и открытую информацию, его смерть остается загадкой, уж слишком рано. Кажется иногда, что он сам искал смерть и даже приближал ее. Почему? Гений оставляет после себя больше вопросов, чем ответов. Выросший в семье военного, он стал человеком с высоким уровнем гражданства. Глубоко веривший в силу, правоту и мощь своей великой страны. Но именно эта система, система этой самой страны поставила его творчество в тупик, из которого он не находил выхода. В этой стране он не мог жить, чтобы работать в полную силу из-за отсутствия свободы. Но на свободе он не мог жить и работать вне страны. Потому что именно эта страна создала его и была его жизнью. Этот конфликт причинял ему огромные страдания. Страдания, которые, наконец, и погубили его. Я однажды гулял по столице, Двух прохожих случайно зажив. И попав же за это в милицию, Я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное. Что сказать ей? Ведь я ж хулигант. Выпил я и позвал ненаглядную. В привокзальный один ресторан. Ну, а ей упали с прохожими. Мне хоть просто кричи крову. Одному человеку оружие дал за то, что он ей подморгнул. Я ей кровью, ей булки намазывал. Деньги просто рекой утекли. Я ж такие ей песни заказывал. А в конце заказал журавлик. Обещание ей до утра давал. Повторял что-то вновь и вновь. Я ж петь мне никого не обкрадывал. Моя сперва под взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна. Я смарокался и плакал в кочне. А она мне сказала, я верю вам. Я там за восходной цене. Я ударил ее птицу белую. Закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции не было. Моя сперва под взгляда любовь. Татуировка. Не любили мы тебя и не ласкали. А что любили, то это позади. Я ношу в душе твой свет, Моя проспали. Алёша выбрала твой кровь на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, Я тебя доброго помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни валить. А я тем более мне хорошо отвечал. И теперь я пишу, когда с ним хуже. И кому трудней, попробуй разбери. У него пол крови, бакалат снаружи. А у меня душа из голода снутри. Никогда мне так уж можно хоть на плаху. Пусть слова мои тебя не оскорбят. Я прошу, чтобы Лёша растила на рубаху. И не влежу, не влежу, не влежу, не влежу, не влежу тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший. Он в беду мою искусственном поворот. Он скопировал тебя с груди у Лёши. И на грудь мою твой кровь и на талон. Знаю я своим друзей, чем ловко. Но ты мне ближе и ранее от того, Что моя верни, твоя татуировка. Но ты лучше и красивей, чем его. Что моя верни, твоя татуировка. Но ты лучше и красивей, чем его. Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, Парня в горжей тени, рискни, Не бросай одного его. Пусть он связки в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Псак ступил на ледник и сник, Оступился и в крик, Значит, делом с тобой чужой, Ты его не брони, гони, Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел, А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал, Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Спасибо! 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 Концепта Роза Мария Франканера, известная как Кони Францис, американская пап-певица, актриса-вокалистка, конца 50-х и начала 60-х годов. Всемирно известная как первая женщина рок-н-ролла приблизительно продала более 100 миллионов записей по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА